Участникам памятного автопробега предстоит проделать путь длиной 2600 километров. На пути они посетят множество российских городов, но главная цель памятного заезда – от Брестской крепости Герой до города Героя Севастополя, налаживание контактов, а также братская поддержка во время сложной геополитической ситуации. Казалось, что совсем недавно брещане посещали Иркутск, но прошел уже целый год. Теперь выбрали новый путь на Севастополь. Однако точка отправления всегда остается неизменной – Брестская крепость. Это начало, наверное, нашей памяти о тех страшных событиях той войны. И не случайно главы наших государств, Беларуси, России в своих знаковых выступлениях вспоминают это место. И это символ и мужества, и стойкости, и, наверное, символ того, что здесь сражались представители многих национальностей. Уже традиционно брещане везут с собой гильзу, наполненную священной и пропитанной кровью землей Брестской крепости. С честью, с достоинством привезем в город герой Севастополь, передадим привет от Брещан. Абсолютно здорово. Проводить участников автопробега в долгий путь приехал лично генеральный консул Российской Федерации в Бресте Олег Мурашев. Я думаю, что автопробег, встречи, мероприятия, которые состоятся, конечно, помогут нам быть еще теснее, сплотить еще теснее наши ряды и показать всему миру, насколько мы благородны в святом деле защиты нашей истории. Огромное спасибо за добрые слова, за напутствие. Уверен, убежден, что пробег пройдет достойно. Передадим привет от Брещан и землю Брестской крепости по месту назначения. Только начался нынешний автопробег, а его участники уже знают маршрут следующего – Мурманск. Это подчеркивает, насколько тесно Брест связан с городами-героями Российской Федерации и насколько гостеприимна эта огромная страна по отношению к нам. И несмотря на все сложности, происходящие за рубежом, только вместе мы большая сила.